Итак, всем привет! И в этом видео я покажу, как добавить коллайдеры для партиклов, и мы пообсуждаем, когда это может быть полезно. Например, что вам нужно сделать? Например, вы хотите эффект, чтобы ваши партиклы отталкивались от какой-то поверхности. Это первое. Второе, вы хотите, чтобы ваши партиклы, например, наносили урон, прям каждый партикл, или посылали какие-то сообщения. Вот. Единственный минус, что это нагружает, например, процессор, потому что, во-первых, партиклы вообще нагружают процессор, если это Particle System. В Unity есть VFX, система, которая нагружает видеокарту, и из-за этого можно сделать намного больше партиклов. Вот. Но в данном случае мы рассмотрим только эту систему. Ок. Допустим, у нас есть эффект, что мы могли бы сделать вместо того, чтобы добавлять коллайдеры партиклам. Например, мы хотим нанести урон, если у нас там огненное кольцо вокруг нас. Вот. Что можно сделать? Просто можно добавить заранее коллайдер. Грубо говоря, какой-то сферический коллайдер. Вот. И его активировать в нужный момент. Просто его включать, проверять, с кем он столкнулся, наносить урон, грубо говоря, и выключать. Это будет намного более производительно. Не нужно будет, чтобы каждая частица посылала сообщение и так далее. Вот. Но если вам нужно именно, чтобы каждая частица посылала сообщение, то мы посмотрим, как это сделать. Вот. Что я сделал? Я просто добавил обычную Particle-систему через Effects Particle-System и активировал галочку Collision. Вот. Дальше мы можем, например, сталкиваться с 3D-объектами. Для этого я добавил обычную капсулу. Сделал ее побольше, чтобы точно фиксировать попадание. Вот. И что еще сделал? На ней обязательно должен быть коллайдер. Лейер. И мы можем, например, чтобы оттенить ее от других объектов, дать ей какой-то лейер физический. То есть, допустим, у нас много объектов на сцене. Мы хотим, чтобы только определенный вид объектов сталкивался с нашими частицами. Ну, как вариант, можно со всеми, но лучше выбрать конкретный лейер, чтобы меньше нагружать наши частицы. Окей. Далее здесь мы укажем, с чем мы будем сталкиваться. В данном случае мы выберем наш лейер, какой-то layer T, например. Вот. Дальше есть другие параметры партиклов, которые более стандартные. Например, максимальный killSpeed, когда уничтожается партикл и так далее. Bounceness. Dump. Вот. Дальше мы можем, например, выбрать planes. По умолчанию он стоит. И в качестве plane мы можем какой-то объект тоже поставить. Вот. Ну и мы видим, что он тоже как-то отталкивается от этого plane. Вот. Я planes обычно не использовал. И, например, мы хотим, чтобы частицы отталкивались от нашего 3D-объекта, при этом посылали сообщения. Если просто отталкивались, то этого достаточно. Если мы хотим, чтобы они посылали сообщения, нам нужно обязательно нажать эту галочку Send Collision Messages. И далее нам нужно расположить наш скрипт так, чтобы он лежал возле наших частиц, либо мы передали нам нашу частицу. И в нем уже вызывали метод onParticleCollision. Он будет сам вызываться, если мы соблюли наши правила. Вот. Далее он принимает GameObject. И мы можем что-то с этим делать. Давайте посмотрим, запустим проект и посмотрим, как оно все будет работать. И мы видим, что вот они сталкиваются. Оно выводит это сообщение. Мы видим, что не все партиклы сталкиваются. Но это, скорее всего, проблема объема вот этого объекта. Но, тем не менее, они довольно хорошо сталкиваются. Окей. Давайте попробуем сделать такое же, но на 2D-объекте. Все, что нам нужно сделать, это просто создать какой-то 2D-объект, например, SpriteCircle. Добавить обязательно ему какой-то коллайдер. Вот. Сказать, например, что у нас он на лейере T. И запустить. А да, еще мы забыли сделать. Мы забыли переставить Collision с мод 3D на 2D. И давайте поднимем так, чтобы оно точно сталкивалось с нашим 2D-объектом. И мы увидим, что оно тоже посылает сообщение. Вот. В принципе, все, что я хотел показать. Думаю, это было тоже полезно и интересно. И всем пока. Продолжение следует...